И в продолжении темы. Еще один герой Великой Отечественной войны вернулся домой. 15 декабря в Туэри состоялось торжественное перезахоронение останков уроженца Калининской области Александра Виноградова. Почти 80 лет он считался поропавшим без вести, однако благодаря работе поисковиков удалось установить его истинную судьбу. На церемонии, прошедшей на Смоленском воинском захоронении, побывала наша съемочная группа. Родился в Калининской области. Во время Великой Отечественной войны попал на фронт, был ранен, снова воевал, а затем пропал без вести. Вот и все, что знала москвичка Анна Щигарева о своем прадеде Александре Ивановиче Виноградове. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что ее бабушке вместе с сестрой позвонили поисковики, сообщившие об обнаружении останков красноармейца. До сих пор не верим, если честно, и все наши знакомые, кому мы рассказывали, то есть прям что-то невероятное. Мы видели по телевизору такое, да, в историях, но мы как-то уже не рассчитывали, но это правда удивительно. Даниил Шуставин был тем самым поисковиком, который, работая на бывшем поле боя в Орловской области в апреле нынешнего года, вдруг обнаружил своим металлодетектором на небольшой глубине диск от пулемета Дегтярева. Стали копать, и буквально на двух штыках, на небольшой глубине были останки Александра Ивановича. При нем были личные вещи, остатки писем, по которым как раз удалось его опознать. Дальше, уже работая в архивах, орловские поисковики смогли установить немало подробностей того неудачного наступления возле села Городище 12 февраля 43-го года, которое и стало последним для Александра Виноградова. Неудачная атака, завязли они в снегах, потому что у немцев все дороги были расчищены, подвоз боеприпасов был, а у нас наши тащили пушки по поясу снегу, на открытом простреливаемом пространстве были. Плюс это зима, это пурга, это мороз, то есть, ну в общем-то, все не способствовало наступлению, но все равно начали. Останки Александра Ивановича вместе с фрагментами его личных вещей были переданы родственникам красноармейца на Смоленском воинском мемориале. В церемонии приняли участие представители городских властей, а также патриотических организаций, ученики городских школ. Не забыли и про орловских поисковиков. Я хочу сказать слова благодарности поисковому клубу за то, что они помогли найти, восстановить имя нашего красноармейца Александра Ивановича Виноградова. Останки красноармейца Александра Виноградова были захоронены в этот же день рядом с его супругой на Лебедевском кладбище в Калининском районе, где он и родился в 1912 году. Таким образом, герой Великой Отечественной вернулся на свою малую родину.